Мы идем с мамой, идем гуляем. Сегодня суббота, последняя суббота сентября. Очень жарко. Мам, подойдем к той святой Рите. Вот там есть святая Рита. Она как бы... На площади? Да, вот, а вон там. Ну да, это маленькая площадь. Это она как бы защитница, покровительница нашего городка. Подойдем глянем? Ну, сейчас подойдем. Вот это святая Рита. Написано «Квартери Санта-Рита». Вот она, видишь? Я хочу рассказать, что ее носят на носилках. В такой день есть особенный святой, который ей посвящен. Ее носят по всем улицам на носилках. Вот мы тут посмотрим. Мы решили немножко посидеть возле этой святой Риты и поразмышлять. Мама захотела. Ой, когда тяжело в жизни, уже не знаешь, к кому обращаться. К кого искать помощи. Иногда бывает так трудно. Размышляем о вечно. Вот она, бедненькая. Я не знаю, кто она святая была. Надо почитать о ней. Ой, наверное, тоже настрадалась. Все вот так вот. А, мама, я возле тебя сяду. Отсюда мне ее лучше видно. А, нет. Вот такой чудесный парк. Небольшой. Он прямо на берегу моря. Там дальше море. И здесь такая тишина. Так хорошо. Вот сейчас, мама, мы с тобой посидим тут. Ой, смотри. Вот это, да, гранаты над нами висят. Глянь. Ты смотри. Это же гранаты, точно. Вот они. Вот гранаты. Но они еще недоспелые. Они зеленые. Я в других местах видела более красные. А тут что-то зеленые. Наверное, им еще не пришел сезон. А вот эта пальмочка, смотри, на ней финики висят. Вот, смотри. Но это все финики несъедобные. Они какие-то дикие, мелкие. Их никто не ест. Я первый год приехала, думала, почему никто не ест? Почему валяются эти финики? А потом поняла, почему. Тела рассказать, что здесь дальше там не теннисный. Позади меня теннисный корт. А здесь впереди еще есть такое покрытие специальное, длинное, на котором катаются на роликах все. Вот они приглашают деток. Команды тут соревнуются. В общем, тут кружки разные. Именно, чтобы на роликах кататься. Мам, сидишь в тенечке немножко? Тебе жарко стало? Стало жарко ей. Ну, видите, какая сейчас погода. Она вроде бы и жарко, но тут же и ветерок охватывает. И поэтому не знаешь, как одеться. Оденешься потеплее, жара. Оденешься полегче, какой-то ветер. Вот такой у нас сентябрь, начало октября. Здесь такая погода. Ну, она, можно сказать, чудесная. Вот, вот этот. Вот этот круг. Я даже не знаю, как его назвать. Вот специальное покрытие, и там все на роликах катаются. Катком назвать это, наверное, нельзя. Или, может, каток. Роликовый каток, короче. Вот такой. А там позади него, не знаю, если видно, но мы еще туда сейчас пройдем чуть-чуть. Там уже море. Это прямо на берегу моря. Этот чудесный закуток. Тихий, спокойный. Здесь можно очень хорошо посидеть. Мама жалуется, что у нее плечи болят, суставы. Я говорю, это потому, что ты на огородах своих работала. На дачах своих. На даче своей. Дача. Не дача, а, в общем, такой кусок огорода был. Там маленький домик какой-то для лопат. Ну, типа дачки. Но она очень любила возиться вот в земле ковыряться. И бежала каждое утро туда работать с этими лопатами, с этими мотыгами, с этими цапками. И изработала себе все суставы. Теперь они все болят. Уже когда человек в возрасте, мама, надо придерживаться более спокойного ритма жизни. Не бежать так, как сумасшедший. Помнишь, наша тетя Шура, которая в Москве жила, сестра твоя? Вот то же самое. Она, правда, не на огороды бегала, она бегала в лес. И уже у нее было лет 70, даже больше ей было. И она все бегала, бегала по этим лесам. Там группы у них были. Они играли в волейбол, двигались, бегали. И стерла себе все суставы. И тоже заболела. Ноги отнялись, не могла уже ходить. И стерла себе все эти хрящи до костей. Надо уже, когда возраст солидный, надо придерживаться, не бегать уже, как молодой человек. В молодости, да, бегали мы все. Но когда уже года подходят, более спокойная жизнь нужна, размеренная. Ну, вышел, погулял там часик-два. Прошелся спокойно. Ну, не бежать. Вот она выходила у нас утром и возвращалась в 5 часов в 6 вечера. И весь день они по этим лесам бегали, гоняли, в футбол играли. Они думали, что они еще ого-го. А они уже не ого-го. Потом отнялись ноги, и детки ее таскали на руках. По-моему, год она лежала вообще. Не могла вставать даже, ни помыться, ни в туалет. Дети ее таскали и в ванну, и везде. В общем, кошмар какой-то. Вот так что, мама, придерживайся. Сейчас у тебя жизнь такая спокойная, налаженная. Ты у нас как на курорте. Мы все покупаем, мы все готовим. Можно уже жить спокойно. И не истирать эти суставы свои. Вот вышли немножко погулять, потом домой пойдем спокойно. Будешь отдыхать, лежать и наслаждаться жизнью. Вот так уже надо жить. Когда поживой человек. Уже нету здоровья, чтобы ходить работать куда-то. Мама согласна. Да, мама, так? Да. Так и надо уже. Сейчас откроется. Давай яблочко погреть. А над нами такое небо голубое, и такое листво. Уже краешки на некоторых деревьях желтеют, видишь? Осень, что ты хочешь. Начинают желтеть листики. Ну, красиво. Мам, что ты кушаешь? Печенешку или яблочко? Печенье. Печенье? Ну, поешь. Не, я не хочу. Так вот сидим. Отдыхаем немножко. Детская каруселька или что это. Помнишь, мам, мы тут с Тимошкой и с нашими детьми тут гуляли, он бегал тут с другими детками маленькими. Помнишь, мы тут сидели еще, Дениска нас фотографировала всех. Как тут классно. Ой, это называется Божья благодать. Очень хорошо. И там море вон позади. Это прямо на берегу моря вот этот парк небольшой. Видишь? Сейчас пройдем немножко к морю поснимаем море чуть-чуть. Потом будем возвращаться домой. Видно меня? Да. Вот я тут сижу. Посмотрите, я вчера помыла волосы и делала маску с яйцом и с оливковым маслом и с тыквенным маслом. О, Боже. Да. И потом... О, Боже. А потом полоскала отваром разных трав там. И более-менее начинаются волосы. И более-менее вижу волосы, начинают восстанавливаться потихонечку. Тихонечко. Еще делаю все... Я делаю все маски по очереди, которые мне девчонки советовали. И вот видишь, мама, они стали немного... Пышные, пышные. Пышные и отрастают уже. А то с февраля месяц они на один сантиметр не подросли. Куда это годится? Я уже начала беспокоиться. В общем, мы вот так с мамочкой ходим. Сейчас еще пройдем к морю немножко, посмотрим, какое море сегодня, да, мам? И потом уже пойдем... На солнце долго не буду я на море. Не, не будем долго. А то печет мне вот это. Мы немножко пройдемся и потом вернемся домой. Хорошо видно. Ага. Вот, уже выходим к морю. Сейчас перейдем эту дорогу и мы прямо на берегу окажемся. Я думаю, люди еще загорают, наверное. Потому что... А что же им делать? Погода неплохая, почему бы им не загорать? Давай пройдем в ту сторону, мам. Там лучше проход есть. Вот тебе и на, вот тебе и конец сентября. Люди еще загорают. Даже с детьми, смотри, я вижу. Даже и с детками. Ну, молодым... Неплохо, да. Молодым везде дорога. А старикам везде почет. Правильно? Угу. Вот, видишь? Смотри, ребенок и папа, все играют. Они играют в футбол. Там мама загорает позади. Мало, конечно, людей, но есть. Есть. Разумеется, мало же по сравнению с сезоном. Пять человек. Ну, а я смотрю, там в каком-то отеле еще зонты не убрали даже с этими кроватками. А, они еще не убрали. А, они еще не убрали. Осень уже. Очень, осень очень теплая в этом году. Правда, были дожди, конечно, пару дней, но... Вижу, вон в одном отеле, глянь, уже кроватки. И кроватки, и зонты не убрано, ничего. Вот тебе и на. Вот тебе и конец сентября, начало октября. Вот как здорово. Несколько дней мы тебе даем. У мамы суставы воспалились? Вот, вот, вот. И надо ей порошок и мазь специальную растирать. Девчонки, если кто-то... А может быть и мальчишки, кто-то знает какие-то средства от боли в суставах. Вот у нее плечо. Плечо воспалилось. В общем, не знаем. Ну да, выписали ей, как, противовоспалительные порошки. Называется бруфин. Противовоспаление суставов. Выписали, и мы тебе даем каждый день один порошок, мам. Сегодня забыли, но когда вернемся домой, я тебе дам. И мазь, это волтерен, растирать суставы, вот эти, боль, чтобы проходила. Ну, не знаю, поможет, нет. В общем, вот так вот. Да, надо каждый день регулярно, как выписали. Да, поможет. Я думаю, что поможет. Но, может быть, кто-то знает средства народное лечение, такое, знаете, альтернатива. Тоже применим. Может быть, кто-то из вас посоветует нам что-то. Постараемся все найти и применить. Продолжение следует... Вот, две женщины, две подруги, видимо, пришли тоже загорать. Отдыхают, набираются здоровья. На море хорошо, мама, тут воздух йодистый. Неплохо здесь отдыхать, так сидеть. Ты дышишь йодом. О, собака даже поплыла, смотрите-ка. Даже собачка поплыла. Вон, хозяйка ей бросила что-то в воду, и она ее... Не принесла. А, палочку. Я в камере не сильно хорошо вижу, а вот так глазами вижу хорошо. А камера как-то тут этот экранчик отсвечивает. Ого, сколько народа подтягивается. Это, видимо, или одна семья, или, не знаю, все один к одному начали подходить. И начинают раскладывать свои креслица. Может быть, это семья или друзья какие-то. Может быть, подружки. Да. Отдыхают тут где-то. Может быть, они квартиру сняли где-то, не знаю. Но здесь этот берег, это не отель, а берег. Там, где отель, там всегда есть кроватки. Там загорожено, и там есть кроватки, зонты, это все. Вот, вот, отелью рядом. А тут нету. Да. Тут просто так люди дикие. Называется дикари. Ого, собачонка. Как она булькает там в водичке прыгает. Ой-ой-ой. Резвится. Ой-ой-ой. А это что? А, это мужчина палатку тащит. Это, видимо, у них палатка или для ребенка, или для собак. А может быть, они там, в этой палатке, защищаются от ветра. Значит, вода, наверное, у берега теплая еще. Так она бы не зашла. Но, правда, ой, даже поплыла. Да, не, ничего себе. Поплыла, смотри, мам, живешь. А? Да. А может быть, и... Плавает, да. Ну, я бы не полезла сейчас в воду. Мне холодно. Вот, мужчина притащил лодку. Сейчас будет ее к берегу тащить. На специальных таких подушечках. О, смотрите, как он управляет. Сейчас к берегу ее потащит. Водопринка. 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 Продолжение следует... Вот сейчас этот мужчина поплывет на лодке. Тащит-тащит и управляется сам. Вот не знаю, что в этих баллонах. Воздух или просто какое-то мягкое средство. Вот он управляется сам. Ему помощники не нужны, видишь? Захочешь плавать и сам поедешь. Интересно. Покажи, вон мальчик катится. Туда перевернуться? Видно его в экране. Чего ты приблизила? Как приблизила? Я на мальчиках. Да, видно его. Нет, он далековато. Красивый. Цветет, цветет, цветет. И не перестает. Настояльно.